Добрый день, с вами Георгиевская Татьяна, рада приветствовать вас на канале Датике. Сейчас хочу поговорить с вами о освещении. Когда вы оформляете у себя на участке освещение, продумайте, пожалуйста, какую функцию оно будет нести, это я уже говорила в предыдущем видео. Когда вы проходите, вот это на самом деле очень часто используется, вот такое освещение в ландшафтном дизайне, но если вы установите его на уровне глаз, допустим, на высоте глаз, то такое освещение будет слепить, потому что такое освещение используется в парках, оно для большой площади рассчитано, видите, нигде не прикрывается ни сверху, не закрывается ничем, и свет распространяется максимально везде. Вот я сейчас рядом, и мне этот свет слепит глаза. В данном случае здесь проходная зона, вход по территории, и как раз-таки установлено таким образом, чтобы на уровне 50-60 см, чтобы свет не бил в глаза, не слепил, достаточно комфортно. Но я рекомендую использовать все-таки болларды, они более сфокусированный свет дают именно на дорожке, на проходные зоны, тем самым более точно выполняют, более точно, более правильно выполняют свое назначение, свою функцию. Но так как вышли из положения таким образом, сделали на уровне 50 см, на уровне ног, так, чтобы освещалась дорожка, и саму функцию безопасности движения совершенно правильно выполнили. Нет, конечно, есть освещение такое, что тоже попадает свет в глаза, вот посмотрите, как будет на мне уже свет, даже с 50 см. Если бы мы здесь установили болларды, то свет падал бы именно на дорожку под ноги нам, а в глаза не попадал. Если у вас есть какие-то вопросы по поводу ландшафтного дизайна, пожалуйста, задавайте под видео, буду рада ответить. Я желаю вам красивых территорий, делайте окружающее пространство красивым, с удовольствием. С вами была Георгиевская Татьяна, до новых встреч на канале Тати Гео, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok